Посмотрим, существуют ли какие-то интересные примеры альфа и бета, для которых выполняются такие равенства. Ну, смотрите, начнем с простой вещи. В качестве альфа просто возьмем корень двух. Ну, хорошее число, что называется, все там влача класса, которые знают, диагональ квадрата. Замечательно. И подставляем вот в это уравниваемое. Один разделить на корень из двух плюс единица делить на бета. Это единица. Замечательно. Значит, единица разделить на бета. Когда переносим его к общему знаменателю, приводим, здесь будет корень из двух минус один в числителе. Хорошо. Добнажаем на корень из двух плюс один числитель и знаменатель. Итак, давно уже на корень из двух плюс один получился числитель и единица. Знаменатель получился... Очень симпатичная пара. Оказывается, что любое число представимо или в виде n может находиться в двух целой части, или отличается от этого числа на 2n. Вот чем замечательно то, что здесь у нас получилось натуральное число? Тем, что если вы подставите число β, то получается замечательная совершенно штука. Вот сюда вместо β подставляем 2 плюс корень из двух. m умножаем на 2 плюс корень из двух. Берем целую часть. Но 2m число целое, поэтому оно из целой части выносится. Получается, что это 2m плюс m корней из двух. То есть мы с вами решили совершенно замечательную задачу. Придумали такую последовательность, которая задана формулой ее n член, это целая часть n корней из двух. Что если к каждому n члену прибавим 2n, то мы будем получать не член последовательности. И при этом они вместе, вот эти члены и те, покроют в точности по одному разу все точки натурального ряда. Ну, между прочим, здесь можно было написать любое натуральное число, и тогда мы с вами получили бы такую систему. 1αv плюс 1β это единица, β это α плюс r, где r это некоторое натуральное число. Вот эту систему можно решить, то есть подставить и вычислить α. И для другого натурального числа r тогда получим. Ну, давайте, например, для r равно 1. 1αv плюс 1β это единица, β это α плюс 1. Давайте быстренько посчитаем, что здесь будет. 1αвая плюс 1α плюс первая это единица. Приводим к общему знаменателю. α плюс 1 плюс α это α квадрат плюс α. α квадрат минус α минус 1 это 0. α это единица плюс корень из 5 пополам. Вот видите, золотое сечение. Таким образом, вот кроме корни из 2, есть не менее замечательная последовательность. Когда вы берете, умножаете n на 1 плюс корень из 5 пополам. Это у вас вот одна последовательность. А другая последовательность, когда вы умножаете n на 3 плюс корень из 5 пополам. Это знаменитые последовательности. Они задают координаты проигрышных позиций в игре цень ши ци. Можно посмотреть в той самой статье, где я беду тебя украшу, а лучше. Там все это подробно объяснено. Оказывается, если решать игру, разбираться с выигрышными противопозиций в игре цень ши ци. Напомню, что это такое. Есть у вас бесконечная вверх и вправо доска. Есть фигура, которая стоит в какой-то клетке и может делать ходы. Насколько хочет влево, насколько хочет вниз или по диагонали. И когда она доходит до угла, то игра заканчивается. Тот, кто первым поставил в угол, тот выиграл. Так вот, если вы посмотрите выигрышные и проигрышные позиции, выяснится, что их координаты задаются вот именно так. Ну, одна из этих абсциссов, у которых координаты, допустим, ясно, отлично.